Депутаты на этой неделе обрушились с критикой на застройщиков. Народные избранники заявили, что компании необоснованно завышают цены на квартиры. И чтобы умерить аппетиты, нужно начать регулировать их цены на рынке недвижимости и ввести предельную стоимость квадратного метра. Видимо, у застройщиков, образно говоря, обильно стала выделяться спекулятивная слюна. И понятно, почему. Растет госсубсидирование ипотеки. Казахстанцам частично разрешили использовать свои пенсионные накопления. Следовательно, нужно пользоваться моментом и срочно поднимать цены. Так что в итоге вся выгода от субсидирования вставки госпрограмм теперь достается застройщикам. Но отнюдь не покупателям. Создается искусственный ажиотаж. Типа покупай сегодня, завтра будет дороже. Хотя на самом деле жилья на рынке достаточно. Депутат Жамалов приводит цифры. В прошлом году построили 15 миллионов квадратных метров. Жилья предостаточно, уверен он. Вот только цены кусаются. За тот же 2020-й в некоторых городах страны они взлетели почти на треть. Особо отличился Петропавловск. Отмечает крыша КИЗ. На четверть поднялась стоимость квадрата в Павлодаре, Усть-Каменогорске и в Семии. Аналитики уверены, во всем виновата, как ни странно, государство. Хоть и не напрямую. Правительство запускает льготные ипотечные программы, раздает пенсионные деньги. А рынок только и рад. Причем зачастую реагировать повышением цен он начинает заранее. Есть такое понятие, что рынок почти всегда отыгрывает любую новость заранее. То есть нельзя говорить, что оп, сейчас дали эти ЕНПФ деньги и цена выросла сейчас. Да, сейчас она тоже выросла, ажиотаж, но это другая причина. Она стала расти тогда, когда эти деньги пообещали дать. А пообещали их дать достаточно давно. И все это время рынок отыгрывал эти деньги. Никаких предпосылок к тому, что сейчас будет снижение цен нет. Вот и получается, что пока дело дойдет до покупки, квартира становится дороже почти на ту же сумму, что вы сняли с пенсионного счета. То есть выгоды никакой. А потому даже риэлторы теперь советуют не торопиться. Единственный момент снизить цену, это просто не покупать и все. То есть если никто не покупает, то есть продавцам определенный круг людей, которые нужно продать, они, соответственно, что будут делать? Они будут вынуждены снизить цену. Но снижать цены продавцы, кажется, не собираются. Стоимость квадратного метра продолжила расти и в январе. Самые дорогие квартиры сейчас предлагают в Алматы. Почти полмиллиона за квадрат. Столицы на 100 тысяч дешевле, а среди регионов в лидерах все те же Петропавловск и Усть-Каменогорск. И этот рост уже напрямую связан с пенсионной компанией, говорят эксперты. Ведь на этой неделе казахстанцам начали поступать излишки накоплений из ЕНПФ. И первым на них квартиру себе купил житель Шымкента. Правда, купил в недостроенном доме. А все потому, что на готовое жилье денег у людей не хватает. А значит, надо менять условия ипотечных программ. Например, по 5-10-20 одобрения получили лишь полторы тысячи казахстанцев из 37 тысяч желающих. У них явно нет лишних накоплений в пенсионном фонде. И власти это тоже должны учитывать. Условия программы таковы, что как раз таким категориям, как многодетные, одинокие родители, инвалиды, первый и второй групп, дети, сироты, она недоступна. Просим предоставить возможность уязвимым категориям граждан получать жилищные займы без подтверждения дохода с оценкой их платежеспособности по дополнительным параметрам. Обеспечить возможность покупать жилье по программе со вторичного рынка недвижимости. Выгоден рост цен на жилье, пожалуй, только банкам. Ведь именно туда переводят казахстанцы деньги из ЕНПФ. Гасит ипотеку или берут новый кредит, отдавая первоначальный взнос. Всего люди заняли на жилье больше 2 триллионов тенге. За три года этот показатель вырос почти в три раза. И аналитики опасаются, как бы теперь этот жилищный пузырь не лопнул. Редактор субтитров А.Семкин